Всем привет! Сегодня у нас с вами ноу-хау, в которое частично даже очень сложно поверить, потому что по заявленным характеристикам эта косметика должна самообновляться и самоосвежаться на протяжении дня. То есть по факту мы должны получать свежий макияж на протяжении дня, который не нужно поправлять, который выглядит абсолютно одинаково от начала нанесения до того момента, когда вы захотите это смыть с вашего лица. Ну и из этого вытекает, что мы получаем просто фантастическую стойкость. Наверняка сейчас обладательницы жирной и комбинированной кожи придвинулись немножко ближе и так ушко подставили свое, потому что звучит это просто фантастически, действительно. И если говорить конкретно о чем сегодня пойдет речь, то речь пойдет о новой линейке от Shiseido, вернее обновленной линейке Shiseido Synchro Skin. Я себе взяла и тональную основу, и консилер из этой линейки, очень тщательно все протестировала и сегодня буду делиться с вами впечатлениями. Также, конечно же, буду как всегда все показывать в процессе макияжа и давайте к этому и перейдем. И начнем мы с вами с консилера, так как зона под глазами у меня еще не оформлена. И в этой линейке Synchro Skin вышло два консилера. Первый, более классический, такой, к которому мы привыкли, просто обычный жидкий консилер с аппликатором, я решила взять другой. Это консилер, который называется Synchro Skin Correcting Gel Stick Concealer, то есть это консилер в гелевой форме, корректирующий. В основном он, конечно, идеально подходит для зоны под глазами, но также Shiseido нам обещает, что можно использовать его и для других участков. Если есть какие-то недостатки, где-то вы хотите усилить покрытие, то вот такая вот формула отлично подходит для решения этих проблем. Консилер этот, кстати, сделан в США, срок годности у него 24 месяца после начала использования и я себе взяла оттенок 102 Fair. Особенность этой формулы еще заключается в том, что здесь соединено три разных вида геля, которые мало того, что должны очень хорошо увлажнять, но вообще вся эта линейка Synchro Skin позиционируется как очень стойкая и самообновляющаяся на протяжении дня. Что это значит? Это значит, что она должна подстраиваться под внешние условия, то есть погода, так и под ваш конкретный тип кожи. То есть как тональная основа, так и консилер не должны реагировать в первую очередь на выработку кожного сала, на потоотделение и на мимику вашего лица. Звучит, конечно, как чудо. Вот всегда, когда читаешь описание продукции, обещают просто чудо в банке. Хорошо, хоть не чудо в перьях. Ну а теперь давайте разбираться, что по факту. Вообще, конечно, когда я получила вот этот консилер, в первую очередь я обратила внимание, что упаковочка не сильно большая, но думаю, ладно, посмотрю, как он выглядит. Выглядит, конечно, продукция вообще потрясающая. Сама эта упаковка железная, это не пластик, но вот когда держишь в руках вот эту вот мини-пини штучку за такие большие деньги, думаешь, ну ладно, это люкс, все-таки нужно понимать, что здесь сильно много ты не получишь. И более того, это консилер в стике. Обычно продукция в стике более насыщенная, пигментированная и там всегда по объему меньше. Но когда ты уже мысленно и морально свыкся с тем, что упаковочка такая маленькая, дальше ты ее открываешь и понимаешь, насколько еще меньше здесь в середине вот эта вот сердцевина. И реально, насколько микроскопически просто мини-пини вот такой вот малюсенький стик ты получаешь. Вот если поставить рядом с помадой, то мне кажется, очень хорошо видна разница в окружности. Здесь просто, мне кажется, ну в три раза меньше окружность, чем у обычной помады. Поэтому если учесть объем, а здесь всего 2,5 грамма, то это огромные деньги за такой объем продукции. Например, вот тот же мой любимый консилер от Sisley. Он хоть и жутко дорогущий, но здесь, извините, все-таки 17,4 грамма. Но в то же время есть и вот такие варианты. Это консилер от NYX и здесь не сильно больше, 3,5 миллилитра. Хотя может визуально казаться, что здесь гораздо больше. Что же касается лично моих ощущений от этого консилера, то он меня удивил. Потому что когда я прочла про то, что это гелевый консилер, и там вообще три вида геля соединены, которые должны и подстраиваться под твою кожу, и должны очень хорошо увлажнять, там они даже назвали это что-то типа гипергелурон, или что-то там супер какой-то гелурон. Я подумала, что это должна быть очень такая скользкая гелевая формула. Но на самом деле это довольно плотная, обычная кремовая формула. Я больше всего рекомендую наносить вот так вот, по орбитальной кости. И ни в коем случае не проходиться вот так вот близко к ресницам, там где у нас вот естественным образом формируются морщинки. Потому что этот консилер может очень сильно сразу забиться в эти морщинки, и вот сразу как-то там высохнуть, и начать там жить. Растушевывать опять-таки я люблю такие корректоры. Даже не могу сказать, что это консилер полноценный, это скорее тоже как корректор. Пальцем, потому что мне кажется, под пальцем, во-первых, эта формула лучше тает, лучше растушевывается на коже, лучше садится на кожу тоже. И в то же время вы так больше контролируете, где конкретно вы это все растушевываете дело. И я все-таки стараюсь максимально не попадать вот в морщины, или чтобы, если я туда наношу, то очень тоненький слой, который не будет сразу туда заваливаться. У этого консилера среднее покрытие, которое наслаивается. И именно так, кстати, они описывают этот консилер у себя на сайте. Здесь я могу на 100% согласиться. Действительно, после первого слоя вы получаете среднее покрытие. Если у вас очень темные круги под глазами, вам это не поможет. То есть сначала нужно использовать либо корректирующий, именно корректор, какой-то лососевый, персиковый, вот что-то такое. Дальше уже наносить вот это. Либо еще один вариант, это наслаивать. И я вот немножко, буквально, еще бы вот здесь вот наслоила. К сожалению, не закреплять этот консилер я не могу, потому что на мне он скатывается, и, как я и сказала, он достаточно быстро пробирается в морщины, быстро там подсыхает, и в целом он выглядит таким вот полуматовым. То есть я ожидала такую гелевую, скользкую, блестящую текстуру, а на самом деле он, когда наносится, он превращается в какой-то такой полупудровый финиш, вот вроде как и кремовый, но в то же время как будто этот крем уже чуть-чуть подсыхает. Но закрепляю я просто микроскопическим количеством пудры, опять-таки для того, чтобы не перегрузить эту зону, не пересушить ее и не сделать хуже на вид. Сейчас давайте быстренько я закончу макияж глаз, и мы с вами перейдем уже к нанесению тональной основы. Что же касается тональной основы, то снова упаковка здесь просто восхитительная, начиная от этой картонки и заканчивая самой упаковки. Вообще тональная основа называется Synchro Skin Self-Refreshing Foundation, здесь 30 мл, сделана она тоже в США, и срок годности у нее 24 месяца после начала использования. Я себе взяла оттенок номер 130 Opal. У нее такой строгий классический силуэт, ничего вроде казалось бы лишнего, это не что-то вычурное, как например тот же Guerlain Nessencelle, хотя эта упаковка мне тоже очень нравится, но в то же время это что-то такое, знаете, больше дизайнер на дизайне, скажем так, когда вот эта абсолютная классика, очень красиво выглядит, дорого, строго, элегантно, вот для меня это именно такая упаковка. И что мне здесь нравится, открывается она с помощью прокручивания крышки, то есть когда вы вот так вот прокручиваете, то помпа нажимается, когда прокручиваете обратно, она фиксируется и не прожимается. Что касается общих характеристик этого тона, то здесь опять-таки та же технология, стойкости, что не страшны нам ни ветра, ни погодные условия, ни пот, ни жир, ни вообще ничего. И я посмотрела на официальном сайте, они там упоминают какой-то как полимерный комплекс, насколько я помню, они его называют. Так вот, как раз-таки за счет полимеров мы очень часто и получаем вот эту безупречную стойкость. То есть когда речь идет о стойкости, то полимеры это чуть ли не единственные ингредиенты, которые действительно способны зафиксировать макияж на нашем лице. Именно поэтому очень часто полимеры используются в хороших фиксирующих спреях, таких как Скиндиневия, таких как Урбандикей и остальных, которые действительно фиксируют, а не просто освежают макияж. Также хочу отметить, что эта тональная основа на силиконовой основе, то есть если вам обычно тональный на силиконовой основе нравится, то вот эта формула, скорее всего, вам понравится тоже. Что касается ее текстуры, то она такая немножко более жидковатая, но в то же время ближе к классической такой кремовой. И как видите, помпы здесь очень маленькие, и я выдавила всего две, и скорее всего этих двух мне даже будет много, потому что у этого тона просто обалденно крутое покрытие, ну по крайней мере для меня это уже даже плотное покрытие. Они описывают это как среднее, и опять-таки то, которое можно наслаивать, но для меня это, наверное, уже ближе к плотному, то есть такое как минимум среднее плюс. И наносить я буду совсем немного, чтобы не переборщить, потому что мне много точно не нужно. Если вам нужно перекрыть побольше проблемы на лице, например, акне, или какие-то более визуальные проблемы, там сосудистая сеточка, или может быть розоцея, что-то из этого, то тогда я вам советую наносить легким слоем, а потом определенные зоны, может быть, наслаивать, потому что, опять-таки, если заляпать вот так вот все лицо сразу, то слой получится плотный все-таки, вот она может выглядеть плотно, и прям, знаете, так вот конкретно плотно. А когда начинаешь с тонкого слоя, вот реально этот тонкий слой уже настолько кроющий, что для меня, например, этого уже полностью достаточно, я бы даже могла бы избавить обороты и сказать, нет, знаете, ну настолько прям мне и не нужно. И вот я, например, наслоила бы еще на крылья носа, поэтому чуть-чуть сюда нанесу побольше, потому что у меня здесь сосудистая сеточка, которая еще проглядывает сквозь тонкий слой. Оттенок, кстати, очень классный, отлично он выравнивает общий тон лица мне, и вообще, в принципе, он мне нравится, он не желтый, не розовый, а вот какой-то такой именно светлый и нейтральный. Ну и вот, что у меня осталось на палитре, остатки я сейчас выможу на шею, хотя, в принципе, мне это не нужно, оттенок хорошо, как мне кажется, сливается, но все равно из-за того, что лицо с таким плотным покрытием, на шею тоже хочется спустить, чтобы текстура не отличалась, потому что здесь, знаете, я такой манекен, а здесь живой человек. Ну что ж, я закончила с нанесением, как видите, эта тональная основа действительно, в первую очередь, перекрывающая, на мой взгляд, она действительно способна перекрыть практически все. Из всей моей коллекции, это, наверное, одна из самых плотно перекрывающих тональных основ, тяжелее, наверное, только Дермакол. Финиш у нее более пудровый, такой вельветовый, теперь мне осталось только полностью закончить макияж, то есть что-то нанести на скулы и на губы, а я сейчас быстро это сделаю, и мы с вами еще поговорим о стойкости, об аналогах, ну и, в принципе, подведем итоги по этому тону. Итак, дорогие друзья, давайте подводить итоги. Я считаю, что эта линейка просто отличная, но, к сожалению, не для моей кожи. На сайте Shiseido я, кстати, не нашла информацию по поводу того, для каких типов кожи она идеально подходит. Я же считаю, после того, как я ее потестировала, у моей кожи, а у меня нормальная, склонная к сухости кожи, недостаточно естественного жира для того, чтобы она выглядела хорошо, потому что на мне она выглядит более суховато, и вообще, в принципе, что она может гадкого сделать для вас, если у вас более сухая кожа или более возрастная кожа. Здесь тоже могут быть проблемы, из-за того, что она больше матовая, вельветовая, вот она может подчеркивать морщины, и как бы они нам не обещали, что морщины нам здесь не помеха, и эта формула разработана таким образом, что она не западает и не подчеркивает морщины, но я считаю, все равно западает и подчеркивает. Возможно, не настолько ужасно, как какие-то другие матовые тональные основы, возможно, не настолько катастрофически, вообще в целом не настолько страшно это выглядит в конце дня, но в то же время, если я сажусь делать макияж, я скорее выберу более увлажняющую формулу для себя, потому что мне больше нравится, как это выглядит и на протяжении дня, и в конце дня. Если у вас есть сухие участки на лице, если у вас есть шелушение, она может их однозначно подчеркнуть. Ну и также я замечаю, что на протяжении дня и тон, и консилер собирается у меня в морщинах, вот здесь вот, ну и консилер, соответственно, под глазами, и если я не буду постоянно делать вот так вот и поправлять эту зону, то он там в итоге потрескается. По моему скромному мнению, этот тон в первую очередь идеально просто подойдет для тех, у кого комбинированная, склонная к жирности кожи. И, возможно, также и для тех, у кого жирная кожа. Если вы обращаете внимание, что вы скорее выбираете тона на силиконовой основе, потому что они на вас лучше держатся, и создают этот матовый бархатный финиш, который вам нравится, тогда вам 100% понравится Шесейда, плюс здесь потрясающее просто покрытие, и ваша естественная жирность кожи здесь будет играть как раз таки на руку, потому что смешиваясь с вот этой формулой, вы будете получать что-то максимально похожее на собственную вашу кожу, не пересушенное, и в то же время не жирное. Стойкость у этого тона действительно потрясающая. У меня такое впечатление, что я нанесла тон, а потом еще хорошенько сбрызнула себя каким-то лаком вообще фиксирующим, и лично я вот здесь очень хорошо ощущаю вот эти полимеры, о которых Шесейда нам и рассказывает. Поэтому если у вас, к примеру, комбинированная кожа, или даже более такая жирноватая кожа, еще и проблемная, то вот это будет для вас классным выбором, потому что все перекроется, все зафиксируется, и будет держаться, пока вы это не смоете. Теперь аналоги. Что касается вот этого консилера, то максимально близкий аналог по формуле, по внешнему виду, по тому, как это все выглядит и так далее, то в моей коллекции это корректор от Кулер Карамель. Недавно я делала обзор на этот корректор, вот очень они близки, но в то же время вот этот гораздо более увлажняющий, и для сухой зоны, именно такой более морщинистой, мне он нравится гораздо лучше. Плюс Кулер Карамель это органический натуральный бренд, здесь еще и состав просто восхитительный, действительно увлажняющий, поэтому для меня выбор очевиден в пользу последнего. Что же касается аналогов вот этого тона, то в принципе из моей коллекции максимально похожими являются Estee Lauder Double Wear. Этот тоже очень хорошо перекрывает, очень хорошо держится на протяжении дня. Опять-таки для своей кожи я его не люблю, так же как и Shiseido, но это не значит, что вот Estee Lauder Double Wear плохой, он просто мне не подходит. Из middle market практически идеальное попадание в аналог у Art Deco, который называется Perfect Taint Foundation. На мой взгляд, они вот прям очень между собой похожи, вот это тоже такой вельветовый пудровый финиш, очень классное у него покрытие, очень классная стойкость на протяжении дня, но проблемы те же для моего типа кожи, тоже может немножко трескаться, подчеркивать там что-то. И в бюджетном сегменте максимально близок к Shiseido Maybelline Superstay, стойкость 24 часа. Shiseido, кстати, нам тоже обещают стойкость до 24 часов. И вообще в принципе, вот я не зря выделила именно эти три тона, потому что, ну как минимум Estee Lauder и Maybelline многие пробовали, поэтому на основе этого вы уже можете определиться. Если вам нравятся эти формулы, то вам и Shiseido понравится. Если вам не нравятся эти формулы, и они для вас плохо работали, то и Shiseido лучше обходите стороной. А на этом я буду заканчивать. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, поставьте ему палец вверх. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И сейчас YouTube тоже вам предлагает посмотреть другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.